Тверской суд Москвы 27 и 28 марта продолжил рассмотрение по существу уголовного дела экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его братом, бывшего директора компании «Восток-Цемент» Андрея Пушкарева, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Заседания проходили в открытом режиме, корреспондент Рия Владнюс ввел прямую трансляцию с зала суда, все материалы размещены на сайте. В первый день заседания 27 марта обвинение зачитывало материалы по муниципальному унитарному предприятию. Сторона защиты сообщила, что все было в рамках закона, а предоставленные отсрочки на задолженности и зафиксированные цены помогли МУП не разориться. А договоры, заключенные между предприятиями, лишь подтверждают, что задолженность МУП оплатил «Спаск-Цемент». Было зачитано также письмо, согласно которому МУП просил администрацию города снизить размер гарантий по контракту. Администрация пошла навстречу в соответствии с федеральным законом, требующим либерализации условий контракта для всех участников. Обвинение заявило о завышении условий контрактов, когда МУП дороги Владивостока мог являться безусловным исполнителем. Игорь Пушкалев прокомментировал доказывающий обратный договор, по которому «Восток-Цемент» покупал у других асфальт за собственные средства и поставлял МУП. Коммерческая выгода для «Восток-Цемента» тут отсутствовала. Константин Третьяков обратил внимание на то, что предприятие за свой счет покупало асфальт, потому что асфальт поставщики продавали только по 100% предоплате, а МУП не имел такой возможности. В ходе заседания 28 марта обвинение оглашало сведения за 2002 год. По мнению адвокатов, они могли бы быть приобщены к делу, если бы являлись предметом доказательств либо предметом относимости, но не в этом случае. Например, зачитывались протоколы, где Игорь Пушкалев участвует в общих собраниях «Восток-Цемента» еще до его вступления в должность мэра 23 мая 2008 года. Напряжение четырех заседаний подряд сказывается на всех. Адвокат Игоря Пушкалева Наталья Давыдова попросила суд не назначать на апрель заседания одно за другим. Заседания в марте проходили 26, 27, 28 и 29 числа. Адвокат сказала «Я же говорю о подзащитных, которые возвращаются в камеру в два часа ночи и в пять вынуждены вставать. Я не о себе, а о человеческом отношении». На своей странице ВКонтакте Игорь Пушкалев написал о все возрастающей тревоге за здоровье брата. «Наше дело – доказывать свою невиновность, несмотря ни на что. Сейчас дело осложняется тем, что моему брату Андрею, который находится под домашним арестом, жизненно необходима операция. Но обвинение не дает разрешения на нее, аргументируя тем, что это затянет процесс. Могу предположить, что это еще и способ давления на меня, ведь состояние здоровья брата действительно вызывает опасения. На этой неделе три заседания по существу. Мы уверены в своей правоте и будем настойчивее в своей защите». Стороны и судья определились с датами будущих судебных заседаний. Это 3, 11, 16, 18 и 20 апреля. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.